Ах, тетя Таня, даже наши гости заслушиваются и получают какую-то информацию. К нам в гости пришла Лариса Викторовна, нотариус города Красноярска. Прям заслушались, мы видели, да? Получили эту информацию. Лариса Викторовна. Очень вовремя, очень ценная, полезная информация. Тетя Таня, у нее талант рассказчика, и ей бы, знаете, озвучивать вот эти русские народные фольклорные истории, которые, если в случае хэппи-энда обычно заканчиваются словами «вот стали они жить-поживать, да добра наживать». Вот это совместное наживание добра, собственно, сегодня станет нашим предметом для разговора. Что у нас получается делать вместе хорошо? Ну, действительно, приумножать благосостояние совместное. Но мы сейчас говорим про сказки со счастливым концом. Так, к сожалению, бывает не всегда. И если намечается негативный вариант развития событий в виде развода, то это имущество надо, в общем, как-то, наверное... Как-то грамотно разделить. Ну, хорошо бы грамотно, без ссоры судов. Вот. Как вот выбрать грамотную стратегию, которая приведет всех к удовлетворяющему всех сторонам результату без судебных тяжб? Ну, вы совершенно правы. Разрулить имущественные отношения супругов или бывших супругов, если они уже расторгны брак. Самое разумное – это путем договоренности, который можно закрепить либо в брачном договоре, в период брака его еще можно успеть составить, либо в соглашении о разделе имущества супругов. Это уже на случай прекращения брака. Конечно, путь каких-то разумных компромиссов – это самый хороший вариант для того, чтобы все-таки имущественные вопросы свои решить. Поскольку, если не удается их решить путем договоренностей, дальше уже стороны смещаются в суд, а это зачастую бывает долго, затратно и не всегда приводит к тому результату, который стороны ожидают. Поскольку суд стоит на тех же позициях, если уж вы не смогли ни до чего договориться, то вот мы вам определяем доли в вашем имуществе, допустим, там равные, и, пожалуйста, идите дальше и ищите варианты решения этой проблемы. Люди решили расторгнуть отношения. Какой срок им нужен для того, чтобы прийти к соглашению? Есть какой-то срок установленный? Потому что они должны как-то упокоиться, во-первых, морально. Должны как-то поговорить, прийти к какому-то соглашению и уже вынести его на бумагу. Какой срок? Нужно сразу бежать разводиться? Или это уже когда люди поняли, что все, они разводятся? Или можно разводиться, а потом соглашение составлять? Вот прекращение отношений и раздел имущества могут быть не связаны даже во времени между собой. Кто-то успевает решить имущественные все вопросы до прекращения брака, понимая, что дело уже идет к такому результату. Кто-то расторгает брак, потом задумывается о том, что надо разрулить имущество. На слуху вот эти вот три года, общий гражданский срок исковой давности, почему-то существует такое заблуждение, что вот если мы ничего не делили, или три года прошло, вообще все классно, вот кто остался с каким объемом имущества, тот тем и распоряжается. Но это неправильный же подход, поскольку на самом деле, да, брак прекращают, когда супруги, они уже не являются участниками общей совместной собственности, но при этом им нужно определить правовое положение имущества, и вот говорить о том, что по истечении трех лет можно свободно распоряжаться, не задумываясь о правах бывшего супруга, наверное, это неправильно. Ну, то есть любой срок подходит, и соглашение можно на любом этапе составить. Развелись, не развелись, соглашение о разделе имущества можно составить. Лариса Викторовна, ну, мы юристы, конечно, но знаем четко одну вещь. По крайней мере, вот люди всегда говорят, так, значит, пилим только то, что нажито в совместном браке. Вот мы поженились, чего-то там заработали, получили, вот это и будем делить. Все остальное, значит, в это не входит. Это вот такое мнение, грубо. Но соответствует ли это истине? Есть ли какие-то нюансы в этом утверждении? Как вообще, по каким принципам и критериям нужно начинать разговор о дележе имущества? Подход-то правильный. Действительно, что делится? То, что супруги нажили за счет общих совместных доходов в период брака. У каждого может супруга быть добрачное имущество, может быть имущество, которое он получил по наследству в период брака, или там в дар от родителей, например, от близких родственников. Это имущество является личной собственностью каждого из супругов. И оно, по большому счету, разделу не подлежит, судьба этого имущества уже определена. Однако супруги могут своим соглашением предусматривать передачу в качестве, например, компенсации другому супругу своего личного имущества. То есть это не раздел в чистом виде совместно нажитого имущества, а вот уже такие более сложные договоры. Чтобы не делить квартиру, не менять, я тебе отдам машину. Есть личное имущество, допустим, у супруга, и есть совместно нажитое. И вот они в процессе того, когда делят совместно нажитое, кому-то, возможно, достается больше. Второму супругу положена компенсация. Вот здесь ее можно произвести, эту компенсацию, за счет личного имущества супруга, если, допустим, нет каких-то свободных денежных средств. Давайте вот приведем в равных соотношениях, насколько соглашение все-таки о договоренности это простой и легкий этап в разделе имущества, нежели мы переходим на следующую ступеньку и обращаемся в суд, и там все по-другому, все очень сложно, и это раздел какой-то. То есть, насколько весомые, насколько вот вразумите супругов, которые сейчас, что соглашение это самый оптимальный вариант? Ну, я уж не говорю о том, что и финансовые, и временные затраты при обращении в суд, они значительно больше, поскольку, во-первых, судебная процедура не быстро проистекает. Порой это годы, в течение года, а может быть даже и нескольких, если там слишком конфликтные отношения между супругами. Плюс, помимо госпошлины, приходится привлекать квалифицированных судебных юристов, адвокатов, услуги которых тоже приходится оплачивать на протяжении какого-то времени. Поэтому, ну вот, конечно, это не очень комфортно супругам, поскольку надо постоянно планировать время для присутствия в судах, для общения со своими адвокатами. И если удается все-таки договориться, то за один-два визита к нотариусу можно все вопросы порешать. То есть мы приглашаем на предварительную беседу, принимаем документы у супругов, готовим договор, они приходят, знакомятся, подписывают. И еще один такой нюанс, может быть, кому-то понадобится, из наших зрителей, обычно супруги не хотят видеть друг друга, никакие переговоры не хотят. Можно ли нотариусу передать, ну, какие-то вопросы и право решения, ну, я имею в виду обсуждение со вторым супругом, то есть супруги по отдельности приходят, обсуждают с нотариусом какие-то вопросы? Варианты эти возможны, можно работать с каждым по отдельности, единственное, потом договор-то подписывать мы все равно, пригласим вместе. Ну, в крайнем случае, если уж совсем не хотят супруги встречаться, можно оформить сделку такую дистанционно. Каждый будет у своего нотариуса присутствовать, ну, это уже та ситуация, когда мы... Мы обычно говорим, крайний случай, до которого лучше не доводить. И все-таки на любом, я понимаю, эта история непростая, нервная, эмоциональная, но пытаться договориться по-человечески, по-любовности хотите, нужно в любом случае. И, конечно, закреплять результат юридически, здесь уже вам понадобится помощь эксперта, нотариуса, ну, вот, допустим, Ларисы Непомища, которая была у нас в гостях. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое, друзья. Блог полезной информации.